Всем привет! Сегодня 7 апреля и мы растем. Сделал вчера еще такой интересный технический анализ, то есть нанес специальные пентографические символы со стрелочкой, с веселым человечком. В принципе так все и случилось, то есть мы со дна выросли и стрелочка сработала, знак. И вот здесь веселый человечек. И как бы все начинают покупать и радостно ждать вот эту ракету на Луну, чтобы здесь заработать доллары и говорить всем, что я какой я успешный. Ну и вот как бы Луна. То есть видите, теханализ работает. Советую пользоваться такими символами, то есть очень хороший сайт. Пока я вот это все не нарисовал, расти мы так и не собирались. Стоило нарисовать и все без проблем как бы выросли. А если без шуток, то на самом деле сейчас могу объяснить просто, что сейчас происходит. Реально делал вчера этот теханализ, потому что делать было совсем нечего, потому что такие вот дяди, так, такие вот дяди вчера опять появились и по 6600 весь день держали стену, что я даже решил вот такой вот теханализ сделать, который четко был весь день. Сидели весь день в чате угора, конечно, потому что если глянуть, то все эти свечки видите с хвостами длинными сверху. А это что означает, что кто-то специально сдерживал цену, чтобы, ну может быть, закупиться он хотел в небиржевом рынке, может быть, он хотел шартил поймать в ловушку, кто ждал пробоя там 6500 и вниз там полета. Потому что, если мы сейчас глянем, видите, тут вот эта волна была в виде треугольника, как бы выход был вниз. Соответственно, выход вниз из треугольника обычно какой длины? Ну как минимум вот этой вот длины. То есть все ждали, там еще все, все, 6000 сейчас возьмем. Но не вышло просто. Почему? А потому что очень много было шартов открыто вот в этом диапазоне. Ну как я вчера и говорил, то есть если было 27300 здесь, вот на этой свечке, то вот на этой свечке уже было открыто 34200. Ну 7000 шартилов здесь сидит. Соответственно, вот когда мы выросли, ну почти, сколько, так, полторы тысячи шартов уже вынесли. То есть на этом ходу полторы тысячи шартов было закрыто, и они выкупили это все. То есть вот, называется шорт-квиз классический. То есть все ждали, жадничали, ушли вниз, а в итоге мы оборот у них деньги отняли. Но еще не у всех. Тут еще сидит 5000 шартов, и у них стопы где-то выше, где-нибудь на 7200, может быть на 7000, кто как торгует. То есть если их отжать на 7200, то еще 5000 могут закрыться. То есть чувствуете, куда потенциал? То есть как минимум на 7500 я сейчас жду движения. Ну тут условно нарисована пятая волна, но по факту никакая она не пятая, скорее всего. Хотя может быть и такое, что мы уже все дно нарисовали и ниже уже не пойдем. Сейчас я стакан посмотрю, еще не глядел, только проснулся. Есть вариант просто, что вот это A, B, C, Flat. Это тоже A, B и C. Хотя C какая-то короткая, но может быть такое. Здесь мы нарисуем сейчас пять волн, и потом пойдем пятую рисовать. То есть может быть вот такой вариант. То есть пока не надо обольщаться. И пятая причем может быть еще больше, чем эта. То есть может быть сейчас в сексе наоборот засадят здесь и вниз скатают. То есть сначала отнем вот и шортил деньги. Может быть даже пробьем вот этот хай, чтобы стопы снести. 7600 куда-нибудь, 7700 или даже 8000. Но даже рост на 8000 не гарантирует, что мы поехали вверх. Наференно классная штука, чудесная. Потому что если мы глянем, то лонгов-то тоже много. И у них тоже можно денег отнять. Это же все маржинальщики здесь. А у маржинальщиков есть ликвидация. У маржинальщиков дома лично позы набраны с высоким риском. Соответственно, как только вниз пойдем, опять будет вот такие вот сливы. Ну, то есть пока я, грубо говоря, жду роста. Как минимум на 7500. То есть у меня ордера какие? На 7050, что я здесь на дне купил. И по 7450 тоже, думаю, продамся. Ну, хотя опять же нужно смотреть, какой будет форма эта волна. То есть по факту это получается первая вот эта проторговочка какая-нибудь в виде треугольника. И потом выше пойдем. Но пока я жду как бы вот такой сценарий. Опять же повторюсь, есть вот другой сценарий. Что все готово. И вот тот теханализ у меня сейчас должен, может быть, сработает. Вот такой какой-нибудь. Есть вариант, чтобы так пошло. Но опять же, пока на это сигналов нету, его отменяю пока что. То есть пока роста выше 7500 я не жду. Более того, нас могут опять вниз возить. То есть мы еще не трогали вот эту красную линию. Пятерка какая-то в очень странной формы. Может быть, это просто пошло какое-нибудь растяжение вот этой второй волны какой-нибудь. Сейчас нас как вот свозят вниз. Поэтому очень опасно сейчас что-либо делать. Ну, как бы то, что я здесь не закупил, я держу. Просто это как бы дэйтрейдинг. То есть я с коротким стопом зашел, грубо говоря, на 200 поставил, на 6400. По 6600 примерно покупал. Ну, там чуть дешевле. Соответственно, я рисковал двумя остами долларов, чтобы заработать, ну, как минимум, 800. На 750 схвозив. То есть это нормально, 4 к 1 можно покупать. Хотя я говорил, что может быть ниже уйдем, и часть денег туда оставил. Ну, сильно большую пользу не набрал, но, с другой стороны, могли мы на 6300 свозили, даже на 6200. Могу нормально закупиться. И обидно было бы, если бы не было денег на это. Поэтому жду пока роста. Индикаторы вчера тоже дивергенции показывали. Кто не знает, что такое дивергенция, если мы возьмем линию и проведем вот так вот, то получится, что линия идет вниз. А если мы возьмем индикатор и проведем линию вот так, то она идет вверх. То есть дивергенция, по-русски, это расхождение вершин или низин на индикаторе, вершин или низин на графике. И видите, здесь была дивергенция на получасовках. И здесь тоже была дивергенция на получасовках. То есть это означает, что вот это дно как бы искусственное. И здесь как бы есть импульс, грубо говоря, перепроданность Есть импульс, что пойдем вверх Вот он как бы отрабатывает дивергенции, первый сигнал Второй сигнал, была сильная поддержка в стакане Третий сигнал, это медвежья ловушка Как она определяется в узком диапазоне, открыто много-много шартов Просто смотрите, сколько было в начале проторговки, сколько в конце Если тут 7000 человек сидит, 7000 битков А диапазон цены 400 долларов, то это ловушка Примерно так, но она не всегда срабатывает Но часто срабатывает Если когда есть другие сигналы, помимо ловушки Например, диверы, поддержка в стакане Окончание там волн, 5 волн почти что закончены были То можно купить, в общем-то нет Так, обещал еще стакан показать Так, ну как мы видим, видите, 6 600 мы вышли Уже как бы куча людей, 2500 биткоинов появились, которые хотят купить Любой откат Ну что это говорит? Вверх, сильно вверх Если мы посмотрим вот так вот 9500 биткоинов, то есть со вчерашнего дня добавилось еще 1000 биткоинов в поддержку Прижмем, чтобы большая из них часть, все-таки вот выше 6500 появилась Если мы смотрим вверх Нету, стакан свободен И не забывайте, что еще по 6900 еще 5000 шартов сидит То есть 7500 это все-таки минимальная цель Сниму, пожалуй, ордер 7050 Поставлю все на 7400 куда-нибудь туда Или может быть даже выше подержу То есть пока, кому интересно, буду в Телеграме все это публиковать Потому что я вижу большой потенциал Куда-то делись все киты, все стены Все свободно на самом деле То есть основные продажи все до 7500 сидят Я так считаю, что мы можем и на 8000 гонять сегодня Если не сегодня, то на днях Но опять же повторюсь, это не означает, что мы пошли расти С 8000 легко можем и на 6 уйти Просто легко Но пока я вижу такой рост То есть реально можете набирать здесь позицию Это как в прошлый раз было Кто здесь покупал, по 7500 продал, те молодцы Кто не продал, держал, ничего страшного Опять же вы без убытки сейчас сидите И опять же по 7500 вам дадут выйти Или даже по 8000 Но все-таки я не советую вам долго сейчас позиции держать Потому что обманчивый очень рынок И очень много продаж Кто-то хочет реально вот здесь во флете закупиться большими объемами Поэтому сдерживает цену Ну и плюс еще людей приучивают шортить И все ждут сейчас пробития 6000 Ну такое чувство, что не дадут 6000 даже Даже 6200, если повезет, то еле-еле дадут Но это не точно То есть никто не знает, что на самом деле будет Я лишь вижу просто, грубо говоря, движение, потенциал То есть вот отсюда было видно, что импульс будет вверх Когда мы будем наверху Вот там будет видно, куда импульсы Выше или сразу вниз Нельзя сказать, куда мы идем Вот реально нам отсюда даже вниз можем идти Но не сейчас Сейчас-то вряд ли, потому что штакан говорит, что вверх И вообще в целом импульс настрой говорит, что вверх Но когда будет 7500, я такого сказать не смогу Но если только будут другие сигналы там в этом районе Ну, грубо говоря, что-то я заболтался В общем, ждем роста пока что Если будут другие сигналы Группу Телеграм подписывайтесь Там постоянно аналитик постоянно говорит, сидят, что-то болтают Очень полезные вещи порой говорят Так что на сегодня все, до завтра Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!